Ротари 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 На Рי Рст Ротари миссий, которая на востоке Украины, составляла где-то 26,5 тысяч. Сегодня составляет, по данным ООН, это 40 тысяч. 40 тысяч человек. В каких условиях эти люди жили? Смотрите, люди, которые остаются в нашем регионе, это люди, которые не могут себе позволить дальше ехать. И люди, которые в первую волну выезжали, они выезжали в основном в областные центры. То есть это Днепропетровск, Харьков, Киев, Львов и дальше. Там, скажем, те места, где есть больше ресурсов, больше есть возможности на работу устроиться. И как-то финансовое положение хоть более-менее нормальное. У нас остались люди, которые реально нуждаются, которым некуда ехать. И у них, скажем, шахтер, который попадает в наш регион, не шахтерский. Ему реально, он всю жизнь работал шахтером, он не может себе найти, как бы, остаются, ну, как бы, помощь на волонтеров, на все организации, в том числе и ротори. Ну, вот давайте вспомним первые дни, когда к вам в город массово, тысячами начали поступать беженцы. Им негде просто-напросто жить было и размещаться. Ну, самая такая пиковая ситуация была это с Дебальцево. Сначала все так, оно город за городом, так вроде ничего, а вот Дебальцево это было самый масштабный и самый поток, да. У нас силами МЧС и Меськой Рады установили палаточный лагерь на ЖД вокзале. И поставили там, получается, около десяти там вагонов. И жили люди в самые первые дни, они жили в этих вагонах. Чем они обеспечены были? Ой, обеспечены были, это койка места или каюта для этих семей, да, с детьми. И, получается, с едой мы помогали мы, с обогревом палатки мы там давали дизтоплива. То есть изначально люди приехали, у них не было ни еды? Нет, это люди приехали реально с пакетом оставшихся документов. Потому что вывозили их практически волонтеры, это местная христианская община, и местные волонтеры из других городов, волонтеры, ну, такие активные, скажем, волонтеры, которые рисковали ехать в прифронтовую территорию, в фронтовую. Ну, вот их вывозили и танками, и БТРами, и всеми, чем попадало. Ты мне говорил о том, что когда первые вот такие волны беженцев пошли, вы сначала пытались силами клуба людям помогать, а потом ваших ресурсов просто не хватило. Что вы сделали? Ой, мы же начали активную свою такую волонтерскую деятельность с августа месяца того года, да, и до, ну, до января месяца. Мы еще как-то протягивали. Потом, когда уже, вот поток же сейчас еще повторяю, что с Дебальцева, мы уже тогда решили, приняли решение написать письмо губернатору, а он со своей стороны уже расшилет по всем другим клубам, чтобы, ну, просили помощи. Как быстро откликнулись? Ой, очень быстро. Через пару дней уже начались звонки, начались, причем звонки, это были скайп-звонки за рубежом, и наши клубы, и клубы дистрикта, и просто, как бы, партнеры там, ротарианцев, которые звонили, говорили там, мы знаем того-то, того-то там в Ротаре, и мы хотим поучаствовать в вашей миссии. Какие клубы первыми откликнулись? Днепропетровск, Львов, Павловский, практически все клубы Львова, это очень серьезно, клубы Киева, очень серьезно помогал, самый первый, вообще, скажем, респект и уважуха на Ротаракто. Мы просчитали, перевели на среднерыночную цену всего, чего нам присылали, через чего нас прошло, это с августа до марта месяца мы посчитали где-то 250-280 тысяч гривен, это не считая одежду, то есть это продукты, средства гигиены, это стало проектом гуманитарной помощи дистрикта. Артур, ты активно этой работой занимаешься, потому что сам прошел через подобный жизненный опыт. Мне повезло, я не стал беженцем, да, но так получилось, и судьба моей семьи, я не коренной житель Украины, не коренной житель Славянска, моя семья переехала в 95-м году после конфликта в Нагорном Карабахе, в Армении. Сегодня так получилось, что в Украине чуть-чуть другая ситуация, мы как все ротарианцы, мы просто взялись как обязанность, да, помочь другим. Артур, ты рассказал такую трогательную историю по поводу девочки, которая слезами на глазах печененку грызла. Есть моменты, когда ты не можешь просто так пройти, да, есть моменты, когда есть пик волонтерской деятельности, пик активности. Украина очень добрая нация. Ресурсы, они не бесконечные, да, правильно, там. И через какое-то время у людей просто заканчиваются свои ресурсы. И мы вот в такую ситуацию попадали, когда мы приезжали, а волонтерам уже нечего было кормить. Тогда, ну, ты понимаешь, что ты обязан это, ты призван это делать, даже не обязан призван. Почему я про эту девочку спросил? Ну, потому что направляют гуманитарную помощь, комплектуют гуманитарную помощь. Наверное, можно в этом плане порекомендовать, чтобы не забывали детям сладкого чего-то. Всегда дети, это для нас приоритет. Причем дети не только переселенцы. Если у переселенца есть какая-то, скажем, есть какие-то эти условия, да, там они там получают какие-то деньги от государства, то есть очень много жителей, которых дом разбитый, и детям нечего кормить. И вот эти все моменты, они, конечно, ну, очень серьезно нуждаются. Поэтому сладости, не только сладости, скажем там, от самых мелочей, знаете, тетрадки, ручки, памперсы, они всегда нужны. Как бы, поэтому спасибо вам, спасибо Ротари, спасибо Днепропетровску, Харькову, Львову, всей Украине вообще здорово все, что творится в плане помощи. А я хочу сказать от имени Ротари-клубов, наверное, вот тех, которые я знаю, мы вами гордимся, Ротари-клубов Славянск, мы гордимся. Спасибо вам большое. Потому что вы смогли такое сделать, что, наверное, многим из нас просто трудно представить. Поэтому я могу сказать... Это наша общая заслуга, в том числе и ваша, то, что вы описываете, это рассказываете. И всем членам клуба большой привет Славянску, приезжайте в гости. Могу пожелать вам только дальнейших успехов. И чтобы с такими ситуациями приходилось по жизни, наверное, пореже сталкиваться. Спасибо вам большое. И было доброе.